книга открытым оком тема объединения вопрос 2343 том 10 была ли надежда что патриархия начнет движение к покаянию за разложение за гибель народа от ненаученности а тут какие-то их претензия канонической их территории на которую залезли из-за рубежа свои же русские о каких-то ее запрещениях на ушедших в прошлые годы из патриархии священнослужителях выходит что как и при ник они по сути дела о благовестии евангелия в народе и речи нет нигде отвечает игнатий тихонович лапкин повторы только усугубляют болезни рисоносные номенклатурщики они абсолютно до молекулы в мозгах не знают дело божие они ведут себя так как будто они суда божия нет ни пришествия христа судить мир это напоминает дом в котором два брата за грязным столом нетрезвые спорят кому пустые бутылки сдавать а в доме уже сотни чужих бродяг делят их имущество спят на их кроватях разграбили их буфеты склады сектанты лютуют по всей россии не только в городах но заполнили даже самые отдаленные стойбище оленеводов и ни к одному из них никогда и никто на архиерейских соборах не предъявлял требований отсчитаться за цитата не каноническую территорию единственно к католикам еще пытаются подходить с этим бредом но с папством многого не наговоришь там живо отреагируют новые свои епархии еще крепче в россии утвердят слово территория это же чисто животный термин у самцов в основном где собака пробежит там она метит своей мочой как и другие животные делают а тут даже этого не пытаются сотворить просто по карте пальцем обвели как в доме сумасшедших вообразили что это им и принадлежит а на этой территории абсолютно каждый дом нужно посещать попам они спать не концертами тешится не дым пускать не колоколами затемнять дело сейчас только интервью дают архиереи священники а сути дела никто не говорит вот из интернета разговор с гавриилом из рпцз и с кириллом гундяева вопрос то есть церковное осуждение декларации 1927 года и выход из всемирного совета церквей прекращение членства в нем два пункта которые представляют собой безусловные требования со стороны русской православной церкви за границей епископ гавриил да конечно и я надеюсь что члены нашей комиссии будут твердо отстаивать эти наши позиции что на них наша церковь стоит уже многие годы мы не можем как я уже отмечал раньше говорить о молитвенном общении с московской патриархии пока эти вопросы не будут решены то что сказал патриарх своем недавнем слове на панихиде по митрополиту сергию строгородскому как раз во время визита нашей делегации только лишний раз убеждает и меня и многих других что сейчас они еще не могут вместить отказа от декларации митрополита сергия то же самое можно сказать и по вопросу экуменизма ведь мы все помним как не так уж давно было силой отобрано наше церковное имущество в палестине попытки отнять его у нас происходили и в германии в канаде и понятно что такие попытки только усилили опасения которые и так существуют у большинства паствы нашей епархии по вопросу возможного сближения до приходится признать что большинство в нашей епархии испытывая сейчас недоверие к московскому патриархату во всяком случае условно говоря к администрации московской патриархии мы не говорим о народе церковном захват нашей собственности только добавил подозрительности поэтому многие верят слухом о том что патриархия якобы хочет присвоить себе наши храмы люди не забывают что недавно их силой отбирали а теперь протягивают нам руки кирилл цитата цель этого диалога была определена как восстановление канонического единства единство в свидетельстве и молитве при сохранении автономии зарубежной церкви к сожалению владыка митрополит виталий сразу же отверг данное предложение патриарха алексия второго и тогда начались печальные столкновения между двумя ветвями русской церкви в результате мы уронили тот высокий нравственный авторитет который мы поначалу имели среди верующих в россии и невольно сыграли на руку врагам православия и святой руси государственная власть в ссср проводила политику направленную на полное уничтожение церкви внутри страны и ослабление ее частей оказавшимися в эмиграции архивные документы утверждают что от свидетеля тихона многократно требовали лишения сана и отлучения от церкви зарубежного епископата далее требования которые наспех в последние дни надумали патриархийцы что дескать зарубежники должны признать своей виной потому что те требуют покаяния за декларацию сергия и за участие в экуменизме а этим в ответ нечего сказать тогда засели наемные окормлящики и на поверхности кучи срамных обвинений в адрес заграничных оставили по тщательном обсасывание вот эти обвинения игнатий лапкин первое евхаристическое общение в котором русская зарубежная церковь состоит во всяком случае формально с не каноническими группами отделившимися по различным мотивам от других поместных православных церквей и действующими в частности на канонической территории румынской болгарской и элладской церквей в последнее время эти группы пытаются также развивать деятельность на нашей канонической территории и территории грузинского патриархата создание раскольничьих группировок и в евхаристическом общении с раскольничьими церквами мы увы были повинны замечает епископ аргентинский александр миллиард второе наличие свин среди священнослужителей русской зарубежной церкви лиц перешедших из клира московского патриархата и других поместных православных церквей и находящихся под каноническими прещениями и в этом мы повинны епископ забыл кто а третье наконец с начала 90-х годов существует острая проблема наличия параллельных епархий и приходов учрежденных русской зарубежной церковью на канонической территории московского патриархата в этом мы также повинны в эти годы я попал под временную опалу именно потому что был против создания наших приходов и епархий в россии в то время я предлагал созвать всероссийский собор с участием зарубежной церкви и совместно обсудить проблемы русской церкви со стороны русской зарубежной церкви выдвигались как правило следующие условия восстановления общения с московским патриархатом в интервью газеты известия в 1991 году святейший патриарх алексий сказал цитата заявление митрополита сергия конечно нельзя назвать добровольным ибо ему находившемуся под страшным давлением пришлось заявить вещи далекие от истины ради спасения людей сегодня же мы можем сказать что неправда замешана в его декларации декларация не ставит церковь в правильное отношение государству а напротив уничтожает ту дистанцию которая даже в демократическом обществе должна быть между государством и церковью с обеих сторон то есть обеих ветвей русской церкви высказывалось убеждение что в процессе сближения нужно действовать так чтобы не наносить ущерба и новых ран друг другу на этом пути не может быть односторонних тактических побед не может и не должно быть выигравших и проигравших особенно важно что мы договорились двигаться вперед исходя из уважения к церковно-административным реальностям сложившимся в течение двадцатого века на патриархии и на синод рпцз как бы сошло черное облако синдром страха саулова остаться друг без друга перед нашествием не обрезанных а бога и слова иеговы отверглись своих комиссиях и в этой пакостной игре по объединению с нечестивцами 1 царств 13 12 тогда подумал я теперь придут на меня филистимляне в гал-гал а я еще не попросил господа и потому решился принести всесожжение нужно было немедленно объявить пост и сесть за библию убрав весь свой мусор со столов и из голов и сказать слугам 4 царств 22 13 пойдите выпросите господа за меня и за народ и за всю иудею о словах сей найденной книги потому что велик гнев господень который воспылал на нас за то что не слушали отцы наши слов книги сей чтобы поступать согласно с приписан с предписанным нам исайя 58 2 4 они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои как бы народ поступающий праведно и не оставляющие законов бога своего они вопрошают меня судах правды желают приближения к богу почему мы постимся ты не видишь смиряем души свои а ты не знаешь вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других вот вы поститесь для ссоры распри и для того чтобы дерзко руку убить других вы не поститесь в это время так чтобы голос ваш был услышан на высоте языки 14 7 ибо если кто из дома израилева и из пришельцев которые живут у израиля отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицем своим и придет к пророку вопросить меня через него то я господь дам ли ему ответ от себя и языки ля 23 сын человеческий говори со старейшинами израилевыми и скажи им так говорит господь бог вы пришли вопросить меня живу я не дам вам ответа говорит господь бог римлянам 10 20 а исайя смело говорит меня нашли не искавшие меня я открылся не вопрошавшим о мне мало того на архиерейском соборе в октябре 2004 год в своем докладе митрополит кирилл договорился до следующего вопрос о каноническом статусе русской зарубежной церкви и возглавляющего ее архиерейского синода в свете указа святейшего патриарха тихона священного синода и высшего церковного совета русской православной церкви об упразднении высшего церковного управления за границей указ был подтвержден последующими актами священно начали московского патриархата включавшими и канонические прещения в частности запрещение священнослужения наложенная на группу зарубежных архиереев второе засвидетельствованная в ряде документов непризнание иерархами русской зарубежной церкви каноническая законности соборных актов и других важнейших решений священно начали русской православной церкви в отдельных заявлениях выражалось сомнение в присутствии благодати божией в русской православной церкви и совершаемых в ней таинствах исследовать не космос о себя не знаем их тобой и не соседей о это не с мороженым в кино водить ребят выслеживать чужие скорби и победы нас этому не учат в институтах без библии без бога зачем же такая мята свое прошедшее войти суметь без стука оглядываясь пятиться по пройденным местам разворошить забытые обиды самооправдание быть может отказать под триумфальной аркой кладбищенские плиты увидишь страхи протерев глаза мы поселились в соленном месте как православные имеем свой устав какие-то но есть молитвы носим крестик читаем библию с ночной постели встав в субботу вечером и утром воскресенья в построенную церковь добровольно ходим и в этом радость даже в день осенний мы верим искренне не по обычной моде вообразим что веры нет у нас нет никакой пусть самый завалящий по воскресеньям по нее пьем конечно же не квас и радость в телевизоре обрящим нет ни занятий с библией в руках не разговоров о духовном вовсе отсутствует малейший божий страх перемываем лишь один другому кости не праздников святых двунадесятых нет ни друзей приискренних не писем есть просто жизнь из сел совместно взятых с их пьянством воровством жизнь обозленной крысы исследуя не можешь исследуя не сможешь иначе рассуждать и к выводам таким обязаны скатиться мы в подозрение у всех а нам любой чужак нас бог избрал из мира и библией очистил 27 сентября 2004 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин С Hands